Здравствуйте! Вы смотрите новости о самых актуальных событиях. Расскажу вам я, Анна Мальгина. Но сначала к темам выпуска. Самый жаркий день за последние 70 лет. Насколько готовы службы города к аномальной погоде? И что делать тем, кто зависим от метеорологических явлений? Краснодарским педагогам будут ежемесячно компенсировать оплату ипотеки. И кто стал новым директором правового департамента Краснодара? Эти темы не только обсуждали сегодня городские парламентарии. Краснодарцы очень ждут новую школу. Микрорайон развивается и активно застраивается. Ход строительства новой школы на улице Образцова осмотрел глава города. На какой стадии проект и успеют ли его закончить к 1 сентября. В Краснодаре сегодня тушили сильный пожар в ЖК «Фонтаны» на улице Воронежской. По предварительной информации, горела кровля строящегося 24-этажного дома. Вот что нам рассказал очевидец произошедшего. Несколько сильных последовательных взрывов. Обломки разлетались на несколько десятков метров. Отгонял машину подальше. Снизу через предпоследний этаж видно небо. Перекрытия разрушены. Много огня. К тушению пожара привлекли 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС России установили, что происходит горение битума и строительного материала на кровле строящегося 24-этажного здания. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных в 15 часов 32 минуты пожар удалось локализовать, а в 16.42 полностью ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших нет. Сегодня температура на Кубани превысила исторический максимум. Воздух прогрелся до 31 градуса. В последний раз такая теплая погода была только в 1953 году. Тогда температура воздуха достигала 29 градусов. О том, как такие рекорды влияют на людей, что делать метеозависимым людям в нашем сюжете. Такая жаркая погода в середине апреля в Краснодаре. Аномалия, говорят синоптики. Это самое жаркое 18 апреля за последние 70 лет. Такое ощущение, что лето пришло в город раньше, чем планировалось. Поэтому горожанам важно быть готовыми к такой погоде. Жарко сейчас и в общественном транспорте, особенно если стоишь в пробке. Но, как отмечают сотрудники КТТУ, весь автопарк готов к летнему сезону. Транспорт распределяется следующим образом. Автобусов на предприятии 156 единиц, оборудовано 99%. Трамваев 289 единиц, оборудовано 36%. Троллейбусов 216 единиц, оборудовано 33%. Температура в салоне поддерживается в пределах 25 градусов Цельсия. Такая погода может быть опасна, говорят специалисты, особенно если еще и ветер. В городе, как и в крае, введен режим повышенной пожароопасности. Чтобы предупредить возгорание, важно соблюдать правила. Находясь в лесах, запрещено пользоваться источниками открытого огня вблизи сухой травы и повальных деревьев. Разводить костер необходимо на открытых площадках при наличии минерализованной полосы. Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом в пожарно-спасательную службу. Но хуже всех сейчас себя чувствуют метеозависимые люди. Из-за температурных качелей они испытывают усталость, головокружение, головную боль, снижение активности. Метеозависимостью, по данным врачей, страдают около 30% населения. Чтобы справиться с неприятными симптомами, врачи советуют снизить физические и умственные нагрузки, ограничить информационный шум, меньше использовать гаджеты, смотреть телевизор и социальные сети, правильно питаться и достаточно спать. Если врач назначил вам медикаментозную терапию, нужно соблюдать прием лекарств, распорядок. Не начинать в эти дни прием каких-то новых лекарств и, конечно, не заниматься самолечением. Лучше будет заранее посоветоваться со своим лечащим врачом и подобрать для себя оптимальную терапию с учетом изменений в окружающей среде. И пока для одних жара – это адская мука, другие нашли время, чтобы отдохнуть. В Сочи на пляже уже весенний аншлаг. Как рассказывают пользователи соцсетей, море прогрелось до 14 градусов тепла. Такая же температура воды на пляжах Туапсе и Геленджика. На градус прохладнее море Уанапы и Новороссийска. Жара в Краснодаре задержится ненадолго и уже завтра. В Краснодаре похолодает до плюс 20 градусов. Впереди нас ждут теплые и солнечные выходные, но уже в следующей неделе вновь потеплеет до плюс 30. В регионе снизили максимально допустимый тариф на холодную воду для жителей. Такое решение приняли на 36-й сессии ЗСК, в которой участвовал Вениамин Кондратьев. Еще один законопроект коснулся педагогов. В прошлом году в Крае дополнительным рублем поддержали учителей, добавив 5 тысяч к зарплате. Сегодня меру поддержки расширили. Какие еще изменения в законах появились, расскажем в сюжете. 30 вопросов повестки депутаты собираются на очередную 36-ю сессию. Тема этого дня – предмет внимания губернатора. Вениамин Кондратьев участвует в законотворческом процессе, чтобы обсудить инициативы на благо каждого. Один из первых вопросов повестки – предложение губернатора об ограничении роста тарифа на холодную воду. Вследствие этого тариф максимальный на воду снизится со 107 рублей 28 копеек до 99 рублей 77 копеек. На указанные цели потребуется около 9 миллионов рублей на 2024 год. Документ предполагает ограничение роста тарифа в 1,86 от его среднекраевого значения. До этого в законе говорилось о двукратном значении. Сложная математика на практике – это существенная экономия в кошельках абонентов. Особенно выигрывает Кущевский район, где сейчас одни из самых высоких расценок на холодную воду – больше 107 рублей за куб. Вениамин Кондратьев благодарит депутатов за поддержку решений. Его последствия ощутят на себе все жители региона. Сегодня снизили предельно максимальный тариф на воду. А по-простому стоимость за кубами это для людей снизили. И сегодня 99 рублей 77 копеек за куб. Вот и все. И выше нельзя. Никому нельзя выше поднять стоимость за воду. Ни в каком муниципальном образовании, ни в каком даже самом маленьком поселении. Конечно, для людей снизили абсолютно правильное решение. В рамках этой сезии свои предложения вносит и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Выступает с докладом о реализации федерального закона о пробации. Он предполагает социальную адаптацию осужденных, которые отбыли срок и попали в сложную жизненную ситуацию. Сегодня определили полномочия в этой сфере. Такие меры будут способствовать эффективной адаптации лиц, освобожденных из уреждений, уголовно-использованной системой в обществе, предупреждения о случаях их возвращения в криминальную среду. Я скажу, что из 26 тысяч лиц, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных, 55% это ранее совершивших преступления. Очень важный вопрос. Я прошу поддержать нашу инициативу. В сфере социальной поддержки и другие изменения. Дополнительные 5 тысяч рублей получит целый перечень педагогических работников. Напомню, с октября прошлого года по предложению Вениамина Кондратьева ввели краевую доплату для всех учителей. Возможности региональной казны позволяют примировать специалистов, которые наравне с другими педагогами вкладывают душу в образование и развитие детей, отмечает глава региона. Я тоже благодарен сегодня по 5 тысяч рублей в месяц, помните, мы ввели для учителей. А вот тут целая категория. Благодаря еще раз сегодняшнему решению мы ее распространили на социальных педагогов, педагогов-психологов, логопедов, преподавателей, организаторов АБЖ, учреждений-дефектологов. И дальше, это же, ну эти 5 тысяч рублей, нам кажется, что это вроде как 5 тысяч рублей, а в рамках, конечно, в целом, если бюджета, ну там, мы уже уходим за 3 миллиарда в совокупность, если на всех. Но бюджет нам позволяет. Средства предусмотрели с начала этого года и после принятия закона. В мае учителя получат доп. выплату сразу за 5 месяцев, приятный бонус к окончанию учебного года. Охвачены будут 2673 человека. Выплата будет производиться с 1 января. Она будет перерасчитана. На это направляется дополнительно 200 миллионов рублей. Она устанавливается сегодня и на последующие годы. Еще одно ключевое направление для региона – сельхозотрасль. Для того, чтобы обсудить последние штрихи нового закона, Вениамин Кондратьев советуется с куратором АПК перед голосованием. На этой сессии депутаты поддерживают предложение губернатора о поддержке самозанятых владельцев личных хозяйств. Важно исполнить все требования регистрации, объясняют депутаты нюансы закона. Здесь вопрос состоит в том, что дополнительные субсидии будут получать те люди, которые действительно надлежащим образом оформят себя в первую очередь. И мы расширили меры государственной поддержки. Теперь люди за счет государственного бюджета могут получать средства на приобретение систем капельного орошения, на овощеводство, на рассаду, зеленых культур и даже цветоводство. С просьбой ввести новые меры поддержки губернатору обратились сами владельцы ЛПХ, которые готовы оформить свои подсобные хозяйства официально и платить налоги. В этом году на субсидии для них уже предусмотрели 478 миллионов рублей. Теперь личные подсобные хозяйства не только будут кормить своими натуральными продуктами односельчан, но и станут самостоятельной единицей экономики региона. Личные подсобные хозяйства. Я помню, Владимир Андреевич говорил, что сами себя хоть накормят. А сегодня мы говорим, пожалуйста, получи по большому счету статус самозанятого и ты можешь получить субсидии у государства, но при условии, что представитель личного подсобного хозяйства будет заниматься именно соответствующей деятельностью. И уже будет не просто малый, а пусть микро, но уже бизнес. Поэтому я думаю, что представители личных подсобных хозяйств, которые получат статус самозанятых и будут иметь возможность получить государственную поддержку в виде субсидий на оборудование, на саженцы, на семена, на все, что в законе поименовано. Это тоже все равно рост в целом нашей большой экономике в АК-промышленном комплексе. От самых малых хозяйств крупным направлением сектора АПК депутаты на сессии подводят итоги работы в отрасли животноводства. Вот уж яркий пример, как планомерная государственная поддержка буквально восстановила потерянное для региона направление. Принятый в 2018 году закон о животноводстве, который определил целенаправленные субсидии фермерам и крупным хозяйствам, радикально переломил ситуацию в региональной отрасли. Мы первыми в России такой закон приняли уже на протяжении последних пяти лет на то, что ведется грандиозная работа по выбраковке низкопродуктивного поголовья. Идет жесткая выбраковка инфицированных лейкозом в десятки раз. В постсоветский период впервые за последние пять лет значительное увеличение поголовья крупного рогатого скота. Так и сегодняшние решения депутатов изменят жизнь кубанцев. Здесь и сейчас, подытожил губернатор. Важно, что предметом для законотворчества становится не только стратегическое развитие самых разных направлений, но и сиюминутные потребности людей. Школа на 825 мест на проспекте Константина Образцова в Краснодаре готова наполовину. Ход работ на стройплощадке проверили глава города Евгений Наумов и депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин. Сдать соцобъект планируют в этом году, но, как показала проверка, темпы не обнадеживают. О том, какие сейчас ведутся работы, расскажет Алина Сорокина. Школьный вопрос – один из самых важных в краевом центре. Город в топе лидеров по популярности в России для переезда. Но с таким наплывом новых краснодарцев соцблок не справляется. Строить действительно много и в самых густонаселенных районах. Поэтому за каждым учебным заведением пристально следят. Краснодарцы очень ждут новую школу. Микрорайон развивается и активно застраивается. Поэтому соцобъект просто необходим. Это учебное заведение сможет разгрузить школы фестивального микрорайона. На этом объекте ежедневно трудятся 180 человек и 7 единиц техники. Учебные заведения возводят по нацпроекту образования. Но при этом сроки затягиваются. Евгений Наумов подчеркнул, что никаких переносов открытия учебного заведения быть не должно. Наиболее отстающий у нас объект из тех 11 школ, которые мы должны вести в этом году. Тем более, это наша школа, которая должна открыть двери 1 сентября. Максимально уделяем внимание и привожим все силы. Я говорю всем. Все силы. Для того, чтобы она приняла детей 1 сентября. Ежедневно служба заказчика здесь в 7 утра проводит планированные совещания. Решаются все оперативные вопросы, которые у подрядной организации и у суп-подрядных организаций возникают. Сейчас снимают дорожные плиты, чтобы начать производство работы по внутриплощадочным инженерным сетям. Сейчас у нас захваткой идет теплотрасса. Тут же параллельно вода и ливневка, и канализация делается. Сейчас специалисты обустраивают кровлю, монтируют вентиляцию, кабели, электроснабжение и системы кондиционирования. А также устанавливают бордюры на территории школы, монтируют наружные инженерные сети, ограждения спортивных площадок. Эта школа вместит 825 учеников. Она состоит из трех этажей и 33 кабинетов. Здесь будут получать знания дети с 1 по 11 классы. Также в ней разместят медицинский блок, три спортивных и два актовых зала, библиотеку, пищеблок и спортплощадку во дворе. Рядом с учебным заведением планируют построить дорогу. Новое плотно будет около полутора километров. Алина Сорокина, Алексей Засевский и Алена Беремко, телерадиокомпания «Краснодар». Установлена новая дата основания Екатеринодара. Соответствующие изменения внесены в устав города в ходе очередного с 73-го заседания Думы. Сессия прошла под председательством спикера Веры Галушко. Участие в работе приняли глава города Венин Наумов и прокурор Краснодара Александр Лихонин. С докладом по корректировке устава перед парламентариями краевой столицы выступил заместитель директора правового департамента Михаил Дмитриенко. Он сообщил, что теперь вместо даты 1 января 1794 года будет указан период 1793-1794 годы. Как известно, в кубанской историографической литературе уже более 100 лет ведется дискуссия по поводу установления точной даты основания города Краснодара. Так скажем, существуют различные точки зрения, но не будет ошибкой. Если в уставе муниципального образования города Краснодар будет предусмотрено, что муниципальный город Краснодар, Екатеринодар, основан казаками в период 1793-1794 годов для защиты южных рубежей России. Также Михаил Дмитриенко доложил о том, что региональным законом изменены наименования муниципальных образований края. В том числе в этом списке кубанская столица. Теперь муниципальное образование город Краснодар будет переименовано в муниципальное образование городской округ город Краснодар. И до 1 января следующего года законы края и уставы городов приведут в соответствие. Помимо корректировки устава города, парламентарии приняли еще порядка 10 значимых для краевой столицы решений. К примеру, одобрили новые меры социальной поддержки педагогических работников. Подробнее об этом и не только в материале моей коллеги. Краснодарским педагогам будут ежемесячно компенсировать оплату ипотеки. А еще педработникам расширили возможности для получения средств за наем жилья. Раньше это касалось только школьных учителей. Теперь же компенсацию за аренду будут получать и педагоги дошкольных учреждений. Данная мера соцподдержки касается педагогических работников. 15 тысяч рублей частичная оплата или полная оплата за наем жилья. Мы расширяем эту меру соцподдержки и убираем возрастной ценз. И еще одна мера соцподдержки – это впервые в Краснодаре она вводится. Оплата частичная или полная оплата за ипотеку по приобретению жилья. Сумма выплаты будет равна 20 тысячам рублей. Приблизительная мера соцподдержки коснется порядка 1600-1700 педагогов города Краснодара. И примерно сумма, которая будет заложена на эти цели – порядка 400 миллионов рублей. Депутаты, естественно, единогласно поддержали для того, чтобы снять социальную напряженность в наших общеобразовательных учреждениях. А чтобы осуществить такие меры соцподдержки, в ходе 73-го очередного заседания депутаты внесли изменения в местный бюджет. Также в этом году средства потратят на закупку оборудования для школ и детских садов, на санитарное содержание города, закупку мусорных контейнеров и другие цели. Доходная часть на 2024 год увеличена на 401 миллион. Это поступление безвозмездное из бюджета Краснодарского края. Также увеличенный предполагаемый доход по налогу на родные физических лиц. Также Дума увеличила дефицит бюджета на 2024 год на 396 миллионов. В связи с этим расходная часть бюджета увеличилась на 797 миллионов рублей. Кроме того, народные избранники рассмотрели вопрос установления границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление. Мы установили уже новых шесть территорий. Будет действовать на территории муниципального образования города Краснодара 2833 ТОСа. Также принято решение об уточнении границ на других территориях. И кроме того, еще корректировать границы шести территорий. Одним из ключевых вопросов заседания стала программа по выполнению наказов избирателей. Новые наказы позволят сделать город уютнее и безопаснее. На этом заседании вносятся новые наказы избирателей на сумму свыше 20 миллионов рублей. Из них более 19 миллионов рублей вносятся на благоустройство придомовых территорий и обустройство детских и спортивных площадок. На развитие транспортной системы, в том числе для ремонта дорог и тротуаров, более 1 миллиона рублей. Детским садам и школам добавляется еще 4 миллиона 500 тысяч рублей. На данный момент депутатами уже распределено почти 288 миллионов рублей. Это 92% от всей суммы, заложенной на программу наказов избирателей. Также на заседании парламентарий согласовали кандидатуру Артура Смирнова на должность директора правового департамента Краснодара. Ранее в этой структуре он работал заместителем директора, имеет 10-летний стаж муниципальной службы. Оксана Ехимович, Роман Недельский, Павел Сагайдак, Александр Сенников, телерадиокомпания «Краснодар». Сегодня глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской думы Вера Галушков встретились с руководителями национальных общественных организаций. На повестке дня важная тема – пресечение попыток распространения идеологии терроризма и экстремизма. Эту заразу хотят посеять наши враги через интернет. Подробности встречи в нашем сюжете. После теракта в подмосковном Кроку Сити-Холе, совершенного гражданами Таджикистана, в России стали просыпаться ксенофобские настроения. Но использовать теракт для провоцирования национальной и иной розни недопустимо. Об этом сразу заявил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, террористы и прежде всего их заказчики хотели добиться раскола России, посеять ненависть, распри, раздор и панику. Но мы живем в многонациональной стране, и дружба народов для нас это непростые слова. Об этом сегодня говорил и глава города Евгений Наумов. Все вместе мы достигли единения, сплочения, который показал достойный результат для краевой столицы. Краснодар – многонациональный город, и живем спокойно в мире, в согласии. Это наша общая заслуга. Как бы ни хотели нас расколоть. И те трагические события, которые были в Подмосковье, в Крокусе, показывают, что много у нас врагов. Но ничего у них не получится, потому что мы сидим все вместе, смотрим в глаза, решаем те вопросы, которые перед нами стоят. Еще раз за это вам большое спасибо. Еще один показатель консолидации народа – выборы президента. Кубанцы объединились вокруг сильного лидера. Об этом говорят результаты голосования. Позвольте мне от имени депутата в городской думе искренне приветствовать вас, руководители национально-культурных общественных организаций, входящие в Центр национальных культур. Мы встречались в последний раз перед Новым годом, наметили планы. Следуем этим планам. Как уже подчеркнул Евгений Михайлович, самое важное мероприятие совместно провели, выборы президента. Результаты просто ошеломляющие. Я хочу сказать, что никогда в городе Краснодаре так хорошо и качественно не голосовали. А это значит, что каждый понимал, что он решает судьбу свою, своих детей, близких, родных и своей родины. То, что Краснодар – многонациональный город, не секрет. По переписи населения в 2022 году в городе живет более 120 национальностей и этнических групп. Мы переживаем непростое время, требующее от нас всех сплочения, объединения усилий гражданского общества и власти всех уровней. Повседневная работа Центра связана с молодежью. С февраля этого года нами достигнуто соглашение о сотрудничестве с семью вузами города Краснодара. Центр национальных культур проводит большую работу как в крае, так и в городе. Выступают в школах, устраивают встречи с молодежью. Организации ведут большую работу по реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Краснодарском крае. Только за прошлый год около 500 мероприятий было проведено на территории Краснодарского края нашими организациями и Центром национальных культур. И, конечно же, такая масштабная работа была бы невозможна без поддержки и краевой власти, и городской власти, и грантовой поддержки. Как рассказал Евгений Наумов, хоть в таком и расширенном составе в Центре встречаются не так часто, как хотелось бы, но все планы и задачи, которые здесь ставят, успешно реализуются. Елена Касабова, Алина Сорокина, Алексей Засепский, Юрий Клочинов, теле-радиокомпания «Краснодар». В субботу 20 апреля по всей стране и в Краснодаре в частности пройдет просветительская акция «Тотальный диктант». Старт намечен на 2 часа дня. Уже подготовлены 12 площадок для тех, кто пожелает написать диктант. А таких в нашем городе набралось уже около 600 человек, хотя организаторы рассчитывали на 500 участников. Но места точно всем хватит. В этом году текст для диктанта подготовила многократный финалист премии «Большая книга». Напишем юбилейный для нашего города 10-й и для всего мира 20-й «Тотальный диктант вместе». Анна Матвеева подготовила прекрасный текст. Мы для вас готовим много сюрпризов и подарков на площадках, поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь и приходите в субботу. С вами обязательно увидимся на празднике русского языка на «Тотальном диктанте». В Краснодаре среди тех, кто будет начитывать текст участникам, будет много журналистов, телерадиоведущих и других работников СМИ. В том числе это будут делать мои коллеги – шеф-редактор телерадиокомпании «Краснодар» Элина Касабова, главный редактор телеканала «Новороссийск» Анна Володина, шеф-редактор «Радио Краснодар» Яна Витренюк и ведущая «Радио Краснодар» Анна Емельянова. Уже совсем скоро пройдет снова в нашем замечательном городе «Тотальный диктант». Лично со мной вы сможете встретиться в средней школе номер 52 имени героя Советского Союза Якова Кобзаря. Приходите проверить свои знания. И, конечно, желаю всем классных эмоций и пятерок в дневнике. Быть чтецом – это, конечно, очень почетно, но быть участником «Тотального диктанта» не менее интересно и увлекательно. Поэтому я надеюсь, вы уже зарегистрировались, готовитесь, выбрали свою площадку. И в эту субботу мы все встретимся и напишем «Тотальный диктант», проверим свою грамотность и просто классно проведем время. В этом году свободная регистрация на «Тотальный диктант» открыта в Кубанском госуниверситете в Краевом доме журналистики и в редакции газеты «Краснодарские известия». Зарегистрироваться для участия, а также посмотреть полный список чтецов и площадок в Краснодаре можно на странице акции. Цель «Тотального диктанта» – проверить собственные знания и своим примером показать, что быть грамотным и любить русский язык – это модно. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Отмечают его с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Корреспондент Татьяна Леонова выбрала несколько интересных исторических мест Краснодара и отправилась туда с экскурсоводом. Этот объект известен каждому краснодарцу и уже давно является памятником городостроительства и архитектуры регионального значения. Дом архитектора Косякина. Здание по улице Кондратенко, 13. Построено в редком для Юга России стиле раннем модерне. Фундамент заложили еще в 1906. А уже с 1909 по 1919 здесь жил архитектор Косякин с женой. За пару лет до Великой Отечественной войны дом разделили на пять коммунальных квартир. Что касается остальных предметов интерьера дома, то, к сожалению, в коммунальный период, когда он был коммуналкой, они были разрушены. Там в мешком, в дверях, сохранились нумерации квартир. Там комната номер пять, комната номер шесть. То есть, если раньше, до революции, Косякин жил в своей семье в одиночку в этом доме, то в советское время буквально каждую комнату пройтили в отдельную квартиру. И здесь уже начало жить с семьей 10-15. Особняк уже давно потерял свой первозданный вид. Но, тем не менее, некоторые детали дома, которые передают дух эпохи Николая II, не утратили своей красоты и до сегодняшнего дня. В парадной дома сохранилась винтовая лестница с чугунными перилами в стиле модерн. А у входа мы видим метлакскую плитку до революционных лет. Такая же метлакская плитка и лепнина украшают и помещение водолечебницы на улице Захарова. Объект принадлежал кубанской благотворительнице, супруге последнего наказного атамана Кубанского казачьего войска и начальника Кубанской области Михаила Бабыча. Проект архитектора Козлова был построен в 1916 году. Фасад здания украшен барельефами, а в интерьере органично сочетаются элементы эпохи Николая II и советского периода, а именно панно художника Игоря Демиденко. Именно он собирал мозаики на фасаде дома книги Краснодарского университета КубГУ и многих других зданий по всему Краснодарскому краю. Если там он всего лишь собирал по другим объектам, как по чужим эскизам, по эскизам других художников, выступал в роли художника-исполнителя, то здесь это полностью его авторская работа. Два панно, которые смотрят друг на друга с двумя изображениями девушек, нанесенные по дереву. Это как раз-таки такой стиль, называется марки 3. А это отреставрированный табачный склад конца 19-го, начала 20-го столетия. Мало кто знает, но этот объект тоже признан памятником архитектуры регионального значения. Эксперты утверждают, что здание принадлежало крупному промышленнику и использовалось как табачный склад. В эпоху Николая II, все того же, на Кубани уже появилось несколько влиятельных табачных магнатов. Среди них Ходнойод Акритос, Исаак Бедросов, а также Бейм, который владел этими табачными складами. Но, как вы понимаете, товар был довольно хрупкий, и малейшая искра, все содержимое складов могло сгореть моментально. Именно поэтому во дворе этих табачных складов был установлен гидрант. Этот гидрант установили в начале 20-го века ради пожарной безопасности. К нему в любой момент могли подключить шланг и оперативно потушить пламя. Выполнен он полностью из чигуна, высота более метра. К сожалению, в таком идеальном состоянии сохранились лишь единицы. Всего же на территории краевой столицы можно найти около 10 старинных гидрантов. Краснодар славится памятниками архитектуры и постройками, которые до сих пор хранят в себе историю своего времени. Главное – обращать на них внимание, даже если на первый взгляд они абсолютно непримечательны. Татьяна Леонова, Константин Подубный и Данила Стапенко. Телерадиокомпания «Краснодар». Ну а наше время подошло к концу. Следите за новостями в наших социальных сетях и на официальном сайте. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok